Здание Самарского медико-технического лицея строили в 30-х годах прошлого века. Стены крепкие, ремонт хороший, но нет помещения для спортивного зала. Более 600 учеников каждый год покоряют научные вершины, а хотелось бы и спортивных достижений. На сегодняшний момент готова проектная документация по этому зданию, по этому пристрою спортивного зала. Прошла техническую экспертизу этот проект. Потом он готов к строительству, однако не хватает и нет финансовых средств. С просьбой помочь в решении проблемы член Президиума Союза Женщин Самары Марина Седухина обратилась к главе города Олегу Фурсову. Здесь вариант только пристрой к медико-техническому лицею. Как-то можете вы здесь, как глава города, помочь поучаствовать в этом вопросе? Потому что вы сами прекрасно понимаете, здоровье детей – это здоровье нации. В Самарском регионе сейчас действует федеральная программа по строительству новых учебных заведений. Только в этом году открылись две новые школы, одна из которых самая большая в России. Также ведется ремонт и в действующих. Помимо строительства новых объектов, мы, конечно, должны заботиться и о таких учебных заведениях, как медико-технические лицеи. Мы принимаем это предложение в бюджете следующего года. Деньги на строительство пристроя мы предусмотрим. На встрече обсудили и ремонт дорог – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации. В этом году на ремонт самарских дорог направили рекордную сумму – более 2 миллиардов рублей. Плюс к этому почти 4,5 миллиарда на областные трассы. Марина Седухина обратилась с просьбой привести в порядок дорожное полотно на улицах Ярошевского, Мичурина и Скляренко. Мы получили федеральные деньги в объеме 400 миллиардов рублей, на которые мы можем выполнить дополнительные объемы работ. И действительно, вы упомянули важные улицы, по ним большой трафик. Это там, конечно, испытывают жители определенные трудности и дискомфорт из-за того, что дороги плохие. И, собственно говоря, большое скопление машин, пробки возникают. Глава Самары Олег Фурсов обещал держать вопрос дополнительного ремонта на контроле. На улицах Ярошевского, Скляренко и Мичурина заменят верхнее полотно до конца дорожного сезона. Андрей Горгуленко, Олеся Корецкая, Максим Гусев, Артем Сулайманов. События.